Современный герой – это вот именно тот молодой человек, который стремится к реальному созиданию, то есть производит ценности. Это могут быть ценности духовные, это могут быть ценности информационные, но есть результат его труда, потому что, к сожалению, там последние 20 лет, но сейчас это изменяется, последние, наверное, последние годы, к сожалению, у нас стремление было к профессиям, которые ничего не производят вообще, то есть нет результата, никакого результата их труда нет. Вот он прожил, и даже он может быть миллионером, олигархом, но когда он умер, ничего не осталось, остались только цифры, даже не лежит вагон с наличными купюрами, а остались цифры в компьютере, 20, это как один олигарх, один олигарх хотел покончить с собой, потому что он потерял 20 миллиардов долларов. Ему сказали, да успокойся, ты видел когда-нибудь эти твои 20 миллиардов долларов? Он говорит, нет, никогда не видел живьем. Говорит, а как ты их видел? Это были цифры на экране компьютера. Он говорит, ну какая тебе разница, что исчезла цифра 2? Ты же никогда не почувствуешь этого изменения в жизни. Он подумал, действительно успокоился, но это результат его труда. Вот, это первое. А второе, мы разрушили огромный миф советский. Мы разрушили огромный советский миф. До этого мы жили в монархии, причем достаточно монархии, такой, ну может быть, не абсолютной монархии, но близкой к абсолютной. То есть мы из царизма сразу перешли в коммунизм и при коммунизме поняли всю важность и действенность пропаганды и появились герои. И появились герои. Причем даже у коммунизма не было героев, достаточных для того, например, достаточных и очевидных для того, чтобы, например, воодушевить Красную Армию на победу в Великой Отечественной войне. И стали брать Александра Невского, да, то есть стали брать какие-то архетипы такие из прошлого, из царского прошлого, вообще из феодального прошлого. Иван Грозный, там вот сталинские все эти, все сталинское кино. И мы, разрушив этот огромный мир, получили новую национальную идею, на мой взгляд. И эта национальная идея в течение всех 90-х годов и части 2000-х было просто выжить. Было выжить, погасить войну, две войны, которые шли в нашей стране, сохранить целостность нашей территории. Мы вполне могли распасться в какой-то момент, в 90-е годы, просто Россия могла, Россия могла, к сожалению, слава богу, не постигла, но постичь участь Югославии. Югославия была очень мощное государство, но его развалили. И точно по такому же сценарию двигались, собственно говоря, по отношению к России. Слава богу, мы опомнились. И этого не произошло. Но это на самом деле имело место всего лишь 10 лет назад. 10 лет – это очень недлинный срок для того, чтобы сформулировать, для того, чтобы сформулировать новую национальную идею и для того, чтобы сформулировать архетип нового героя. Вот постепенно у меня такое ощущение, особенно после посещения форума Тавриды, в Тавриде, вот я был сейчас молодежный форум в Тавриде, у меня есть постепенно ощущение, что если широко брать, то новый герой нашего времени – это будет человек-дела. не чиновник, не банкир, не бандит, слава богу, не милиционер, а человек-дела в любом его проявлении. То есть человек, который занимается реальными делами. Если бы в нашей стране люди занимались реальными делами, если бы просто, тупо говоря, работали и делали каждое свое дело, и старались сделать его хорошо, мы были бы абсолютно непобедимой страной. Это же понятно. Это же понятно. Богатейшая, крупнейшая, мощнейшая, умнейшая, талантливейшая страна, которой необходимо просто заниматься делом. Почему были утечки мозгов? Почему была на протяжении многих лет утечка мозгов? Да потому что наши, так сказать, конкуренты, конкуренты не враги, это конкуренты, это конкуренция. Все это конкуренция. Наши конкуренты смотрели, следили талантливого студента, физика, математика, программиста. Они его ввели несколько лет. И в тот момент, когда он выходил из института и сталкивался вот с этой реальностью, с реальностью неспособности, невозможности реализовать свои таланты, свое дарование в стране, получая мизерную зарплату, ему предлагали лаборатория в Соединенных Штатах, в Германии. Если человек талантливый, и он хочет заниматься своим делом, то он может повестись на это. Повестись, да, я хочу делом заниматься, но что я буду сидеть и где-то, так сказать, проводить, терять лучшие годы своей жизни, терять в неспособности применить свой талант. А я физик прирожденный. Или я прирожденный художник, в советское время это было. Уезжали же люди. Почему? Потому что люди хотели, эти люди хотели заниматься делом. Вот мне кажется, что вот в этом лежит основная проблема и основная задача. Дать возможности людям, которые реально хотят заниматься делом, то есть, на мой взгляд, герои нашего времени, дать эту возможность. Мне кажется, что есть положительные тенденции в этом смысле. Все-таки есть она, эта тенденция.